Я могу лишь предполагать, могу лишь спекулировать на эту тему, потому что никто не знает ответа. По крайней мере, в Вашингтоне несколько разных людей спрашивали, а что же произошло, почему вдруг ни с того ни с сего президент Байден, который проявлял изумительную сдержанность, вдруг пошел, впустился во все тяжкие. И ответ, с моей точки зрения, и это, повторяю, лишь мое предположение, заключается в том, что Байдена ожидают промежуточные выборы, которые очень важны в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах каждые два года происходит небольшое землетрясение. Это либо президентские выборы, либо промежуточные выборы в обе палаты американского парламента. И, соответственно, позиции Байдена сейчас не очень хороши, если это очень мягко выразиться. И он пытается набирать, как говорят по-русски, очки. То есть он попытается поднять свой рейтинг. И, как выяснилось, сначала в это трудно было поверить, но как выяснилось, что американцам далеко не безразлична судьба Украины. И американцы, по крайней мере, больше половины американцев, считают, что помощи, оказываемой для Украины, недостаточно. И поэтому Байден, это произошло в результате всякого рода проукраинских кампаний, развернутых здесь на территориях Соединенных Штатов, и Украина стала выигрышным козырем в руках внутриамериканской политической борьбы. Поэтому я предполагаю, что произошло это, ничего другого я пока не могу сообразить. Еще повторяю, так сказать, я очень внимательно следил за политикой президента Байдена в отношении Украины. И есть очень много оснований предполагать, что большой любви Украина у Байдена не вызывала. Самый простой, самый индикатор отсутствия этой любви было то, что более года и в течение двух месяцев после начала войны Байден не назначал посла в Украину. Отсутствие посла в той или иной стране – свидетельство очень высокой степени немилости. Сейчас все это подают как большой прогрессивный шаг. На самом деле это скорее вызывает утропь у тех людей, которые узнали о том, что только сейчас нас нашло. То есть получается, это из серии «Ничего личного, просто бизнес». То есть получается, Украине он помогает не потому, что он этого хочет, а потому, что так нужно для его внутренней политической борьбы? Вы знаете, есть такой популярный видеоблогер, о котором я не испытываю большой симпатии, его звать Швец. И вот он как бы взял на себя, я не знаю, кто его полномачивал или нет, но он взял на себя функцию быть рупором Байдена в Украине. И вот с тех пор, как он начал вести свой видеоблог, он начал это приблизительно год назад, он везде и всюду ругал Украину и требовал от нее не приставать к Байдену по пустякам, и не ждать каких-то милостей. И в частности, он лично провел расследование и выяснил, что дело Хантера Байдена в Украине до сих пор не закрыто. И вот это вызвало у него такой приступ пароксизма, что он говорил, и вы еще хотите, чтобы к вам хорошо относились. То есть, одним словом, у Байдена много чего личного, это не бизнес as usual, скорее это в нарушении, он идет вопреки своим личным симпатиям и антипатиям и делает то, что нужно для того, чтобы поднять свой рейтинг. Алексей, я, к счастью или к сожалению, не настолько глубоко погружен во внутренне политические проблемы Соединенных Штатов, а в двух словах, а почему вы говорите, у Байдена дела в Штатах не очень хороши? О, это длинный список, у нас не хватит и часа для того, чтобы перечислить все факторы. Ну, если коротко, при Байдене Америка пережила величайший позор со времен ухода из Вьетнама в 1975 году, этого панического бегства из Сайгона и захвата американцев с заложниками в Тегеране. То есть, такой пощечины, такого публичного унижения Соединенных Штатов мы не переживали уже очень давно. Для сверхдержавы, которая вела войну в Афганистане 20 лет и так позорно бежала, сдав все и вся, и способствуя приходу своего противника к власти, это был очень сильный удар. При Байдене, в силу того, что было потрачено очень много денег на... Один из слов, при Байдене резко выросла инфляция и цены. Это ощущает все, и ощущает это на своем кармане очень заметно. Но самое ужасное, это то, что при Байдене был дан зеленый свет ультралевой идеологии, против которой началось восстание родителей. Потому что маленьких детей, еще которые не очень хорошо понимают разницу между мальчиками и девочками, начинают объяснять важность трансгендерности, о том, что если у тебя в штанишках такая штучка, то это не значит, что ты мальчик, а может быть ты девочка. Кроме того, детей, имеется в виду, конечно же, белых детей, начинают еще с детского сада приучать к тому, что они виноваты, что они должны испытывать чувство вины за то, что они белые. И масса вот такого маразма привела к тому, что республиканцы, которые были расколоты, очень много потеряли после, отчасти благодаря президенту Трампу, отчасти благодаря его поражению, республиканцы вдруг приобрели новое дыхание. И все индикаторы, то есть в Вирджинии, допустим, вот штат, который у меня через речку находится, там уже давно демократы имели преимущество, и вдруг неожиданно там победил губернатор-республиканец. То же самое происходит, указания на это происходят во многих других местах. При этом Джо Байден человек, как бы это, мягко сказать, немолодой, он с трудом может произнести без бумажки фразу, которая имеет смысл. Он путается, он часто забывает, он ведет себя несколько странно. Уже недавно была эта знаменитая фотография, когда Байден прочитал микрофон речь, повернулся и стал протягивать руку в пустоту, полагая, что он стоял с кем-то рядом на трибуне. И я могу продолжать этот список, и как-то мне уже даже становится неловко выплескивать столько негатива на старика, но, да, еще одна, тем не менее, я добавлю еще один фактор. Это то, что благодаря Байдену в Америке начался откровенный перекос и в освещении СМИ, объективном освещении СМИ ситуации. Ну, проще всего, история с... Лаптоп по-русски называется... Как же по-русски называется лаптоп? Ну, это маленький переносной компьютер. Ноутбук. Ноутбук? Да, такое русское слово, ноутбук. Так вот, история с ноутбуком Хантера Байдена, который содержит уйму информации, которая компрометирует президента Байдена очень сильно, напрямую. И вот эту историю с этим ноутбуком, которая стала известна перед выборами в Соединенных Штатах, она всячески замалчивалась ведущими американскими СМИ, которые симпатизируют демократической партии. И тот факт, что эти ведущие американские СМИ, промолчав больше года, вдруг решили об этом говорить, то есть я имею в виду статьи Washington Post, New York Times и CNN, которые появились в марте этого года, в марте-феврале, стали свидетельствовать о том, что и демократическая партия понимает, что надо что-то делать, и что Байден явно не приведет демократическую партию к победе. Я могу продолжать еще раз повторяю, но я думаю, что мне надо бы... Давайте остановимся, потому что я думаю, что вы и так сейчас дали достаточно много пищи для прокремлевских троллей. Которые с удовольствием будут эти факты обжаривать в своих эфирах. Тем не менее, знаете, тут можно сказать, да, возможно, он сукин сын, но он наш сукин сын, как минимум, потому что он помогает сейчас Украине. Да, не своими руками. Да, при этом и Конгресс, и республиканцы, и демократы. Кстати, вот хотел на этом сосредоточить внимание, что сейчас как никогда, мне кажется, консолидировались эти партии, по крайней мере, что касается помощи Украины. Потому что и демократы, и республиканцы практически единогласно в Конгрессе принимают все законопроекты, которые так или иначе касаются помощи Украине. В чем причина этой консолидации? Я уже себя за язык, но я не могу не добавить тут, что хотя демократы и республиканцы единогласно поддерживают Украину, но Байден увязал вот этот закон о 33 миллиардах помощи с пакетом по мерам по борьбе с коронавирусом. А это, в свою очередь, вызывает возражения у республиканцев, которые говорят, простите, простите, этот пакет мы должны рассматривать отдельно, потому что он, в свою очередь, не может быть принят, пока мы не разберемся с ситуацией на нашей границе. Потому что Байден, как вы знаете, попытался широко распахнуть ворота на американских границах, и толпа хлынула, и, соответственно, началась масса проблем. Потому что так уж получается, что нелегальные мигранты от того, что они нелегальны, это не значит, что они всегда все порядочные, честные и кристальные люди. Среди них в Соединенные Штаты попадает большое количество преступников, людей, которые уже совершили преступления на территории Соединенных Штатов, и, в общем, это не вызывает восторга у простого народа. Вот, поэтому, что же касается республиканцев и демократов, то, опять же, все понимают, что американцы за Украину, американцы ужаснулись тому, что творит Россия на территории Украины, и поэтому они требуют от своих депутатов, Конгрессе и в Сенате, в Парате представителей в Сенате, они требуют, чтобы те всячески содействовали Украине, и, как это было написано в письме, которое составили мы с друзьями, и разослали для всех желающих, для подписать, я буду голосовать на следующих выборах, в зависимости от вашей позиции по Украине. Если вы не будете помогать Украине, я за вас голосовать не буду. Все остальные темы меня не интересуют. То есть мы можем говорить о том, что тот факт, что США сейчас очень активно поддерживает Украину, помогает Украине, это во многом заслуга обычного, простого американского народа? Да. Политики, люди очень циничные, и они очень редко действуют только потому, что это хорошо, или не действуют потому, что это плохо. Они действуют, они очень внимательно прислушиваются к настроениям своих избирателей. В этой связи у меня к вам такой вопрос. Как вообще сегодня война освещается в американской прессе, и как американские жители воспринимают то, что сейчас происходит в Европе? Простите, в Европе или в Украине? Я не совсем понял. И в какой Европе вы имеете в виду? В Украине. В Украине. Ну, понятное дело, что симпатии к Украине зашкаливают. Вот недавно мой приятель был в небольшом городе на юге Соединенных Штатов. Юг Соединенных Штатов – это самый, как бы сказать, меньше всего интересующийся внешней политикой регион. И он говорит, что на каждом втором-третьем доме висит украинский флаг. Завтра у нас 1 мая, и 1 мая перед Белым домом будет большая операция, которая будет проводиться в поддержку Украины. У нас есть такое пространство между монументом, мемориалом Линкольна и Конгрессом. Это огромное пустое пространство, где стоят только музеи и памятники. Он называется по-английски «мол». Ну, по-русски его обычно переводят как «национальная аллея». И вот его собираются завтра сторонники Украины заполнить от начала до конца, чтобы показать областям Америки свою цель с Украиной и свои требования о том, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. Разумеется, когда пришла речь о том, что в Украине был убит американский добровольец, который поехал воевать на стороне украинцев, это очень всех волновало. Все сейчас говорят, в первую очередь, о нем. Точнее, ну не в первую очередь, о нем, но очень много говорят о нем, учитывая то, что это всего лишь один человек, а в Украине гибнут тысячи. Сейчас очень активно отчитывается представитель Пентагона о том, как и где проводится обучение украинских солдат стрельбе из новых видов оружия, которые поставляются. Сейчас Соединенными Штатами, в частности, этими чудо-гаубицами, которые могут поражать на очень большом расстоянии, обучение проходит в Германии. И, как сказал представитель Пентагона, в двух других странах, название которых он отказался указать. И, в общем, что я могу сказать, для американцев меньшняя цена на бензин, она уже подходит к 5 долларам. Я помню, когда люди звонили мне из-за рубежа и спрашивали, правда ли, это было, соответственно, лет, сколько лет, ну, почти 20 лет назад, спрашивали, правда ли, что цена бензина приближается к 2 долларам. И когда я говорил, да, что они говорили, ну, это невозможно, как же дальше жить. Сейчас она уже далеко превзошла 4 доллара, но никто нигде и никак не говорит, слушайте, зачем нам сдалась эта Украина, мы же переплачиваем за бензин так сильно. Только бы все понимают, что цена на бензин напрямую связана с войной Украины. Сегодня, насколько много Украины в американских СМИ, в интернете, в печатных изданиях, на телевидении? Никогда еще об Украине так не говорили, даже во времена Чернобыля. Все знают, что такое Украина. Например, как я называю свою фамилию, то люди уже начинают понимать, что это украинская фамилия. И тут же начинают всячески мне выражать поддержку, хотя мне поддержку выражать не надо, я комфортно живу себе в Вашингтоне. Вот, об этом говорят очень много. Это на первых заголовках новостей. Иногда что-нибудь еще происходит, что отрекает внимание. Тут вот некоторое время назад глава Всемирной организации охранения, я сейчас не могу вспомнить фамилию Эфиопа, возмутился и сказал, что это расизм, мы говорим так много о страданиях украинцев, мы перестали говорить о страданиях палестинцев и других угнетенных народов в третьем мире. И его возмущение не получило поддержки в нашем супер обостренном, так сказать, на точке зрения расизма, обществе. В Украине очень бурную и в хорошем смысле бурную положительную реакцию вызвала новость о ленд-лизе. Как американцы восприняли ленд-лиз для Украины? Положительно, как я сказал, но вот все сейчас обеспокоены тем, что закон о ленд-лизе и вся эта помощь может быть заторможена из-за разногласий по поводу того, что президент Байден хочет пристегнуть к ленд-лизу совершенно другую тему, а именно финансирование борьбы с коронавирусом, в рамках которого возникают другие проблемы, совершенно не связаны с Украиной. И это вызывает обеспокоенность у мемниканцев. По крайней мере, в комментариях. Алексей, совсем недавно Кремль усилил свою риторику относительно ядерного шантажа. Об этом и Лавров говорил, об этом и Путин говорил, причем он пугает какой-то вундервафлей, который, как он говорит, что больше ни у кого этого оружия нет, оно у нас есть, но мы им не хвастаемся, но оно у нас есть, и если надо, мы как вдарим. Скажите, угроза применения ядерного оружия, развязывание ядерной войны России пугает американцев? Вы знаете, об этом много говорят, но ощущения паники я не вижу, ощущения страха я не вижу, хотя это, несомненно, не может не вызвать обеспокоенность. Но, как бы, допустим, директор ЦРУ сказал, что это нельзя воспринимать в шутку, это очень серьезная угроза. Но вот я не вижу такого, одно слово, я не вижу настроения, типа, слушайте, давайте замиримся с Россией, черт с ней, с этой Украиной, лишь бы не было войны. Вот такого здесь не происходит. Кстати, очень много сейчас говорится о том, что на 9 мая Путин собирается объявить войну и начать отправлять на фронт призывников, чтобы 9 мая, поскольку нет победы, то вот он хочет использовать 9 мая как повод для того, чтобы начать уже крупномасштабное, уже полномасштабное, очень посылать пушечное мясо, которое плохо обучено, плохо подготовлено. Всеобщая мобилизация, так имеют в виду? Всеобщая мобилизация, потому что, поскольку не объявлена война, то на войну, на военные действия посылают только контрактников, хотя, конечно же, посылают и призывников, но если Путин 9 мая скажет, ставая страна огромная, то это будет означать, что он отправит и призывников, и главное, что может начать призывать и резервистов. Соединенные Штаты не верят в угрозу применения России ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы. Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, и об этом сообщает агентство Reuters. США продолжают каждый день следить за ядерным потенциалом России, насколько это возможно. Мы не видим наличия угрозы применения ядерного оружия или угрозы территории НАТО, сказал чиновник. Как вы лично оцениваете ядерную угрозу со стороны России? Вы допускаете возможность применения России, может быть, не стратегического, но тактического ядерного оружия? Вы знаете, я в вашей передаче на эту тему сказал в свое отношение уже много раз, поэтому я сейчас буду просто повторяться. Между президентом, который принял решение применить ядерное оружие, и человеком, который непосредственно офицером, я не знаю, как он будет звание, лейтенант или капитан, или майор, который непосредственно нажмет на кнопку, идет довольно длинная цепь, то есть президент не нажимает кнопку, так что и тут же взлетает где-то ракета или вылетает самолет. Поэтому я полагаю, что у сегодняшней России, в отличие от Советского Союза, нет столь мощной идеологии, которая называлась марксизм-леинизм, которая была очень ясна, понятна и по-своему даже красива и страшно привлекательна, которой до сих пор увлекаются наши профессора и даже некоторые миллионеры, миллиардеры. Это идеология всеобщего равенства, она имела сторонников очень много, и ради этой идеологии, благодаря сильной вере в нее, советские люди готовы были умирать. Но даже в те времена Советский Союз не решился на ситуацию, когда Советский Союз находился в гораздо более выгодной ситуации, чем сейчас, сегодняшняя Россия. Советский Союз не рискнул пойти на ядерный конфликт. Сегодняшняя Россия гораздо меньше, гораздо слабее, у нее нет союзников, но главное, у нее нет идеи, за которую можно умирать. Идея за то, что русский мир, то есть за то, чтобы в Киеве и в Одессе говорили по-русски, она как-то недостаточно сильна для того, чтобы какой-то человек, наверное, какой-то националист от мороженого и пойдет умирать. Но так, чтобы все сказали, сейчас я, я имею в виду тех людей, которые будут в этой цепочке, принимающие решения о начале применения ядерного оружия, у всех у них есть дети, у всех у них есть семьи, все они в той или иной степени жили в достатке. И вот им сказать, сейчас мы все умрем, в том числе умрет ваша жена, умрут ваши дети, умрут ваши родители, умрут ваши близкие, потому что сошедший с ума в бункере дед решил, что Украина должна стать частью России, я не думаю, что эта команда будет приведена в исполнении. То есть, еще раз повторяю, был эпизод, когда в советские времена дежурный офицер-полковник на центре управления пусками получил сигнал о том, что Соединенные Штаты сделали ядерный залп в направлении Советского Союза, и он должен был автоматически нажать на кнопку на ответный залп, не дожидаясь связи с генеральным сектором ЦК КПСС. И он этого не сделал. Он прождал, я уверен, что для него это была вечность, там сколько-то минут он прождал, пока не выяснилось, что это был компьютерный сбой. Но вот даже в этой ситуации человек не нажал на кнопку. Как можно представить себе человека, который знает довольно много о том, что происходит в сегодняшней России, знает более-менее о ситуации в Украине, как можно представить, что этот человек согласится умирать и убивать всех ему близких и родных и знакомых людей ради столь хлипкой сомнительной идеи. Это первое. Второе. В современной войне тактическое ядерное оружие бесполезно. Соединенные Штаты отказались от тактического оружия, ядерного оружия вообще, как бессмысленного оружия, потому что, нанося удар по противнику, вы тем самым подставляете под этот удар и свои войска. В современной войне нет движения огромных массы, нет огромного скопления войск, как это было во Вторую мировую войну, когда там, как под Сталинградом стояла армия Паулиса, на которой можно было бы теоретически сбросить атомную бомбу. Поэтому охотиться за воинские бедендиции и масштаб батальона атомными бомбами это, как говорят, стрелять из пушки по воробьям. Можно ударить, можно сбросить атомную бомбу на Киев, можно сбросить атомную бомбу на Харьков, на Одессу. Это принесет огромное разрушение, хотя это не будет, не вызовет того эффекта, который был в Хирошиме и Нагасаки по той простой причине, что оба японских города были сделаны из дерева и бамбука, поэтому сгорели они очень эффективно. В сегодняшнем каменном городе, если бы, допустим, американцы сбросили атомную бомбу на Гамбург или на Берлин, эффект был бы гораздо меньше. То есть будет некоторое количество, большое количество разрушений и смертей, но это не приведет к тому шоку, который произошел в Японии, которая собиралась сражаться и умирать до последнего японца в случае высотки американцев. И Япония капитулировала. Для Украины это приведет лишь к ужесточению, ожесточению, точнее, настроению населения и еще более отчаянной, еще более жесткой борьбе с захватчиками. Нанесение удара по любой стране НАТО вызовет автоматический, то есть, допустим, по столице, потому что наносить удар по, допустим, по польской армии или по американской военной базе, это слишком мелкая цель для того, чтобы так рисковать. То есть, есть смысл наносить, стало быть, есть смысл запускать ракету на Вашингтон, на Берлин, на Варшаву. Опять же, это приведет к определенным потерям, но милости после этого России ожидать не следует. И ответным ударом будет уничтожено все, что можно уничтожить, и, наверное, то, что уничтожить на ГМБ, не следует. То есть, в любом случае, Россия проигрывает гораздо быстрее, чем я, если она применяет атомное оружие. Но более того, я искренне считаю, что Россия никогда не, Путин никогда не применит атомное оружие. Атомное оружие у него существует для того, чтобы им грозить, как эта пушка, которая стреляет один раз. Один раз выстрелит, вы уже, вы погибаете вместе с этим выстрелом. А самоубийц сегодня в России, сегодня в России не тот дух, который был в Советском Союзе в конце 1941 года, зои Космодемьянских, и там сейчас не будет. Алексей, на этой ноте, на этой позитивной ноте, когда вы предполагаете, что никакой ядерной не будет, мы будем заканчивать, потому что время выходит. если вы хотите, буквально дайте мне минуту. Вчера наша коллега показала мне странную карту, которая была показана по китайскому телевидению, якобы раздела России. Эта карта была показана, я провел целое расследование с тех пор, это была карта, показана на китайском провинциальном канале, на Шанхае, который назывался Восточный Дракон, это вещание из Шанхая, то есть это не центральное телевидение. Там канал был посвящен финансовым новостям, это были, так сказать, как хеджировать будущие риски. И на карте была показана Россия, карта России, за спиной ведущего была карта России, на которой Россия была разделена на какие-то странные остроугольные сегменты. Это карта расстояния от любой, до ближайшей страны, от любой точки России. То есть, грубо говоря, это не карта территориальных претензий Китая, или Казахстана, или Эстонии. Это показывает просто, от какой точки России, от какой точки России, какая страна ближе. И так вся страна была привлечена на все сегменты. Это не карта раздела России, и это не планы китайского правительства. Спасибо. Очень жаль. Спасибо вам, Алексей. Было интересно, было здорово. И я вам желаю всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Я напоминаю, что это была рубрика «Наш человек в Вашингтоне». С нами на связи был Алексей Собченко, политический аналитик, бывший сотрудник Госдепартамента США.